Продолжается программа Дневной Разворот. В студии по-прежнему Анна Лапшина и Светлана Занько. Всем здравствуйте еще раз. Да, и у нас следующая тема разворота, о чем говорили на международном форуме инновации в дорожном строительстве. Мы сюда заманили человека, который только что вернулся буквально с этого форума. С корабля на бал. Константин Сичихин, член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, представитель региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог, член Общественной палаты Кировской. Вот все выдали сразу. Костя, добрый день. Добрый, добрый. Итак, Сочи, большой форум. Ты первый раз поехал туда как в новом качестве, как член Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Ну, мы поздравляли уже тебя с тем, что ты вошел в такой федеральный орган, можно сказать, все равно Совет на федеральном уровне, это несколько другая структура с несколькими другими возможностями. И я вижу уже сейчас, что впечатлений масса, ну и не только впечатлений, а какие-то конкретные появляются уже идеи и предложения. Но прежде всего, что это был за форум? Ну, прежде всего, этот форум проводил госкомпания. Это госкомпания «Автодор». Это маленькая другая структура. Она тоже относится, ну не скажу, что напрямую относится к «Росавтодору». Это госкомпания, которая руководит платными автодорогами. Конечно, в Кировской области где-то рядом у нас платных автодорог очень мало, но кто ездил в сторону Белоруссии, кто ездил в сторону юга, это по Дон-4, да, все, наверное, ездили по платным автодорогам. И все видели, в каком они состоянии находятся. В хорошем. В хорошем состоянии находятся, как они приводятся, в какой инфраструктурном состоянии, да, насколько они инновационны, можно так это даже сказать, с какой-то точки зрения. Для России. Для России, да. Потому что эта компания, это госкомпания, которая занимается инвестициями, частными инвестициями в дорожную отрасль. Извините, частный инвестор, он просит от госкомпании качественное выполнение работы. Что и срок гарантийных обязательств, который, а это срок гарантийных обязательств до 8 лет доходит. А у нас в 2 раза больше. В 2 раза больше. Да, да, но это капитальное строительство, давайте не будем забывать, да, и там срок до 8 лет. Но суть не в этом. Суть в том, что те инновационные технологии, которые они на сегодняшний день применяют, да, они далеко от технологий, которые применяются в Кировской области. Это очень далеко. Это мы, а-ля сегодня 70-е, 80-е, у них там уже 2000-е. У них 21 век. Да, у них уже 21 век, да. И в данной ситуации, это я даже не говорю про муниципальные органы, я говорю и про федеральные дороги в Кировской области. Насколько мы отстаем на сегодняшний день от тех технологий, которые применяются на платных автодорогах. И насколько нам надо наверстывать это все. За счет бюджета, конечно, больше никто, я думаю, с нашим трафиком никогда здесь платную дорогу не построит. Но, по крайней мере, новые инновационные технологии, они не настолько дороги. Как выяснилось. Да, как выяснилось, да. Их надо применять. И без этого никак сейчас. Например, как укладываются автодороги, в которые вкладываются частные инвесторы? Ну, вот, например, сейчас одно из ноу-хау, которое производят в Калужской области, это пеностекольный гравий, по сути. Это из стекла. Состоит из стекла, из того стекла, которым мы, ну, бутылка. Просто она просто, это вот как раз... В то сырье. В то сырье. То сырье, которое перерабатывается. Вот сейчас на М5 там есть участок сделан, они наблюдают уже в течение двух лет. Московская трасса. Да, Московская трасса наблюдает насчет порядка двух лет, насколько этот участок проседает, насколько он, как бы сказать, калийность образуется. Это же тоже очень многое зависит от подушки, от той подушки, которую мы уложили, да. Вот. И, по крайней мере, он показывает очень хороший результат. И теперь этот пеностекольный, ну, просто сказать, гравий, да, стекольный, его сейчас собираются применять в Заполярье, в сторону Салихарда. Там будут строить железную дорогу для газового отрасли. И, по крайней мере, собираются ее там применять. Да, потому что, да, там у него такие свойства, я долго сейчас расписывать не буду, но по теплоизоляционным свойствам он там зашкаливает все, что можно. А по ценовой политике, да, он не намного дороже, чем обычный уральский гравий. Давайте, да, вот расскажем, у нас-то сейчас, то есть у нас обычный гравий кладет? У нас обычный из обычных известковый, это Чембулацкий, да, потому что мы же поддерживаем местных производителей, да, которые тают и которые уже, не знаю, годами прогнозируются, когда вот если кто-то раскапывает дальше там, когда он уложен, его там просто нету. Он там просто расщепляется за счет сырости, за счет влажности. В мелкую пыль. Да, и не превращается, как нам все обещают, что там будет такой твердый-твердый настил такой известковый, да, такого нет. Он просто тает, и тем самым мы, он, дорога разрушается изнутри. И кто бы сейчас из экспертов мне бы не говорил, потому что нам из 2016 года говорят все, да вы что, да наш гравий там, Чембулацкий, да он лучше всех. Да нет, он просто не лучше всех. И разговаривая со строителями дорожными Кировской области неоднократно, они подтверждают не в эфир, что от Чембулацкого гравия толку никакого нет. Это вот так подсыпать ненадолго, да, на первое время, а по сути от него, да, может, можно сказать, из него можно произвестить тот известковый состав, который в асфальт добавляют, да. Это да, это какой-то специальный там реагент, он да, он помогает, но вот как гравий использовать, я считаю, что нет. А Костя, а у нас до сих пор вот этот Чембулацкий гравий во всех, не знаю, тех заданиях он числится? До сих пор, да. У нас до сих пор это во всех тех заданиях числится, он и до сих пор, как говорится, используется. Мы до сих пор живем так, как живем, так как это наш местный производитель. Говорят, что с Уралом, ну, понятно, что уральские гравии тоже пользуются, да, его, хочешь не хочешь, его обязаны будут привезти, потому что федеральные трассы практически все на них стоят. Но суть в том, что, говорят, все равно дороже привозить, ну, как бы местные использовать дешевле, так как он тут рядышком, а дороже везти откуда-то с других регионов. Ну, так как же, да, железнодорожные тарифы, железнодорожные тарифы дороже, но вот, опять же, вот этот производитель вот этого стеклопитонного гравия, по сути сказать, да, в Калуге, вот они посчитали, что им выгодно будет автотранспортом поставлять этот гравий в тот регион, куда это требуется будет, чем железнодорожным. Да, сейчас проблема есть с железнодорожными тарифами, она сейчас огромная, и многие строительные компании, и дорожные, и совсем, как бы, строительные компании в этом ситуации страдают. Они приходят, говорят, наверха в правительство, что, ну, из-за чего материал растет, из-за того, что, вот, например, даже посчитали, чтобы доставить обычный уральский гравий, ну, или там, карельский, да, по сути, получается, на Салихард, то железнодорожный тариф в цене одного куба, железнодорожный тариф, это порядка 65%. Больше половины. Больше половины. То есть люди фактически платят больше за перевозку, чем за сам материал. Да, 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 и самое оптимальное в некоторых случаях получается, что проще возить техникой, автомобилями, чем возить чем-то другим. Если говорить о порядке цен, все-таки, вот этот стекольный гравий и обычный гравий, насколько сильно различаются в два раза, в пять, в десять? Как бы, он давно, если мы опять смотрим на другие страны, он давно уже эксплуатируется в Америке на сегодняшний день. Это не ноу-хау Российской Федерации, да, это все-таки технология, которая уже за рубежом эксплуатируется, ее очень неплохо применяют в регионах, в которых очень сильно низкая температура, очень большая влажность. И погодные условия неблагоприятные. Да, погодные условия, и постоянность с большими перепадами. Когда у нас идет, то грунт замерзает, то он размораживается, по сути сказать, и идет волнообразное обхождение грунтов. Из этого мы получаем вот такие дороги, когда мы там едем с вами в Афанасьево, например, и смотрим, как она играет, особенно вот эти волны такие образовываются, когда почва поднимается. Мне интересно, все-таки вот зацепил меня этот калужский опыт, почему Калуга решила строить такой завод и производить такой гравий, и откуда им везут вторсырье, которое у нас тут вот, да, вот везде валяется. Валяется под кустами. Под кустами. Вот им как раз, производителям там задали вопрос, а вы найдете это вторсырье-то, да? В достаточном количестве. Извините, в достаточном количестве стекла у нас много в России, просто его никто не использует в нужном. Какой скажете объем, мы столько и сделаем, они говорят. То есть одно за другое цепляется. Теперь нужно организовать, как минимум, этому производителю пункты сбора, налаживать доставку и прочее. Потому что вторсырье у нас до сих пор не сортируется, и ничего никуда не отправляют с толком. Ну, как я понимаю, они как производители, они этим вопросом уже озадачены. Все зависит от желания. У нас же опять вопрос встает к проектировщикам. Там основной вопрос задавали к проектировщикам. Наши любимые проектировщики. Которые дороги проектируют. Которые и дороги проектируют, да и любые дома проектируют. Без разницы, там архитекторы, проектировщики, они не любители закладывать новые современные материалы. Они любят все у нас работать по старинке. Правильно, никто не любит выходить из зоны комфорта. И там опять же, вот как раз, правильно, там как раз целая секция была, даже две их секции было связаны с проектированием автомобильных дорог. И о нежелании проектных институтов закладывать новые современные материалы. Потому что, ну, типа как не доверяют, говорят, да. Но извините, если материал показывает себя очень современным и очень практичным, да. Он уже везде испытан, он уже в других странах используется много лет. Почему мы его не можем, да. Я не говорю, что его надо прямо бежать и закладывать. Ну, как минимум, надо закладывать какой-то участок, наблюдать за этим участком, там год, два, три. Делать какие-то от этого выводы, да. Вот этим самым сейчас и занимается госкомпания. Возможно, кстати, на волне мусорной реформы вот такие новые технологии и новые производства будут открываться. Калуга в данном случае показывает передовой опыт. Первыми за это взялись. Там много передовых технологий сейчас связано и с различными переработками, там, с пластиком. Там ребята были, презентовали освещение столбы из переработанного пластика. Тоже из обычной бутылки. Они ее перерабатывают, они давно уже работают, они различными технологиями занимаются. А разметка пластиковая, вот та, которая делается, тоже возможно ее производить из вторсырья? Да, можно все производить из вторсырья, было бы желание. Прервемся на полминуты и продолжим наш разговор с Константином Сичихиным, членом общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Да, новые технологии, это прекрасно, скажут нам сейчас слушатели и особенно чиновники, но ни для наших дорог, ни для наших бюджетов, ни в этом регионе. Наверное, вот такой бы получили мы ответ прямо сейчас. И пластиковые столбы, которые делают из вторсырья и амортизируют удар и спасают водителей в случае аварийной ситуации. Это тоже для нас, потому что это очень дорого. Вот что вам скажут сейчас. Да, это на какой-то процент дороже стоит по сравнению с обычным железобетонным или металлическим столбом. Но давайте посмотрим на сроки его эксплуатации. Мы же берем, понимаете, надо смотреть не здесь, сейчас и не сегодня. Надо считать полный период эксплуатации данного столба. Даже это уже покрасить, побелить. Посмотрим, как у нас каждый год ходят, деревья белят, столбы белят, подкрашивают какие-нибудь там ржавые. У нас, конечно, надо вид создавать, что мы работаем, мы куда-то тратим бюджетные деньги. А нет, чтобы посчитать, я лучше столб за 30 тысяч куплю, а не за 15. А не поднимался ли там вопрос, Константин, о том, чтобы в рамках федеральной программы безопасной и качественной дороги закладывалось как раз применение новых материалов? Нет, там больше вопрос стоял о платных дорогах. Я техно-инновационных материалов, которые в платных дорогах участвуют, только по той причине, что основной организатор это была госкомпания автодорога. Ну, вот, собственно, та компания, которая занимается строительством. Да, которая занимается строительством, которая внедряет все инновационные технологии на сегодняшний день в дорожную отрасль именно платных дорог. Но при этом там были компании, которые работают и с федеральными автодорогами, и с муниципалитетами. И в рамках контроля качества выполнения работ. И вот одна из таких инициатив, которую сейчас на сегодняшний день поддержано Московское правительство Московской области, это внедрение системы. Уже не то, что внедрение, она уже работает на сегодняшний день. Это АИС-рекорд. Такая система разработана в Московской области за систему контроля и планирования работы в области дорожной инфраструктуры. Вот сейчас передо мной лежит презентация, которую привез Константин. Рассказывайте. Да, по сути, вот эта система заменяет всех контролеров. Ну, Московская область, она большая Московская область, да. И там, чтобы все проконтролировать, все качественно выполненные работы в рамках содержания и ремонтов, это потребуется очень большой штат сотрудников. А дороги там ремонтируют часто, как мы знаем. Да, а дороги там и бюджет, конечно, другой, чем в Кировской области. Но суть не в этом, суть в том, что суть в контроле губернатора Московской области захотел закон проконтролировать. Они разработали на сегодняшний день данную систему, обратились с проектировщиками. Данная система на сегодняшний день работает. В чем основные части этой системы? В чем ее инновационность? Да, такой-то инновационности-то я не скажу, что есть. Это обычное программное обеспечение, которое подточено, сделано для сотрудников дорожной отрасли, для контролеров, ну, например, дирекции дорожного хозяйства, чтобы они могли проконтролировать качество выполнения работ своих подрядных организаций, кого они наняли в рамках и содержания, в рамках и ремонта. Они просто-напросто заставляют подрядчиков сфотографировать, сделать видеосъемку, разместить в данной программе, заполнить специальную таблицу, которая требуется, и эту таблицу отправите уже дальше по цепочке, например, в дирекцию дорожного хозяйства. То есть, если есть необходимость, нет, вот такой просто, не нужно искать, листать, перебирать, там, какие-то документы, все в одном месте. И уже на основании вот этого отчета заказчик принимает решение оплатить, не оплатить. Вот, например, как только эта система появилась, в первые же там 2-3 месяца, когда подрядчики еще не доверяли, думали, да, ну, что-то опять какое-то разработали, выкинем сейчас. Да, сегодня разработали, завтра забудут. Так штрафов пролетело на 60 миллионов рублей. И таким образом окупилось все создание этой системы. Да, потому что стоимость, я разговариваю с разработчиками, стоимость данной системы порядка 60 миллионов рублей. При этом на сегодняшний день они готовы ее предоставлять регионам. Ну, конечно, под регион, каждый регион, он своеобразен, его еще надо подпиливать, адаптировать, да. Но есть там у них на сегодняшний день и онлайн в облачной системе, есть и в рамках программного обеспечения. Конечно, они советуют, ну, это их точка зрения пока на сегодняшний момент, это закупать программное обеспечение. Но оно не стоит 60. Это 60 Московская область заплатила для разработку. Уже система рабочая, она уже готова. Они готовы ее презентовать, они готовы ее показывать. И вот как раз то, что мы уже с 2016 года, о чем мы с вами говорим, то, что требуется инновационная система в рамках контроля. Это одна из тех систем на сегодняшний день, которая уже работает, которая не где-то визуально в облаках летает, на основании которой можно примером показать, что вот берите и действуйте, идите дальше, внедряйте эту систему контроля. И я не думаю, что Москва, при том, что это такой Московская область, это такой большой регион, в который все точки утыканы. Мы с ними разговаривали по поводу GPS на транспорт. Они говорят, это старый век на сегодняшний день, потому что Москва через это прошла, когда они карту размещали и там ездили на автомобиле. А местные подрядчики, что они делали, они брали этот GPS, переставляли на шестерку, и эта шестерка там ездила по кругу, что типа содержит... И все думали, что она работает. Да, и все думали, что трактор или там уборочная машина ездит и убирает улицы. А по сути, легковой автомобиль, затраты другие, только на бензин, а он ездит по кругу и... И создает видимость. И через это они проходили там очень, через многие такие интересные игры подрядчика с заказчиком они проходили. А я правильно понимаю, что вот благодаря этой системе можно сопоставлять результаты работы разных подрядчиков? Конечно. То есть поставить одного, поставить другого, посмотреть, здесь такие фотографии, здесь такие, следить дальше за качеством. Я как раз хотела, потому что она очень просто презентована, эта история. Прежде всего, вот буквально на первой странице обозначаются проблемы содержания дорог. Отсутствие сведений о дорогах, не обоснован бюджет на содержание, нет контроля исполнения договоров, не соблюдаются регламенты, некачественная работа подрядчиков, нет понимания оперативной ситуации на дорогах. Дальше, вторая страница, что поможет решить эти проблемы. Введение реестра дорог, составление бюджета согласно титульным спискам, о котором мы так давно говорили, и чего у нас нет. Планирование или только намечается делать по титулам? Ну, как бы это планируется, ну, понимаете... Так нет, но все равно мы к этому придем, потому что это так надо, так должно быть. Сейчас я расскажу и дальше. Планирование и контроль выполнения работ, анализ текущей деятельности результатов, проверка качества. Дальше расписаны цепочки, как эти процессы идут, ну и, собственно, сам состав системы. Учет объектов дорожного хозяйства электронный, планирование бюджета электронное, инспектирование, исполнение и контроль, телеметрия и мобильные приложения, которые будут тут работать, и отчетность. И очень хорошо обозначены, тут, понятно, пользователи этой системы, АИС-рекорб, региональная власть, прежде всего, не просто муниципалитеты, а региональная власть, управление дорожным хозяйством, региональное управление автомобильными дорогами. Да, мы помним, что одна из проблем, которая была обозначена в этой системе, это нет понимания оперативной ситуации на дорогах. Органы местного самоуправления, подрядная организация и ГБУ. В общем, она достаточно простая, и у меня по этому поводу вот такой вопрос сейчас, Константин. Ты пояснил, что москвичи разработали, они ее же применяют, внедряют, они уже, можно сказать, сообщили подрядчикам, что, ребята, это не просто деньги на ветер какая-то такая затея, 60 миллионов штрафов, это ого-го, ну, Москва все-таки, понятно, но можно там пропорционально перенести. И готовы эту систему предоставлять, не знаю, на каких основаниях, там, франшизные или что это будет, или федерально будет она внедряться. Ну, вот, дальше видно будет, пока они только, вот, Московская область, там был советник министра транспорта, они как раз презентовали совместно с компанией разработчиков данной системы эту программу. Дальше будет видно, как она пойдет, как она будет внедряться в регионах. Но нам интересно, ты вот эту программу где, кому покажешь? Вот ты сейчас приехал с этими знаниями, как они дальше будут транслироваться в Кировской области? Дальше время мы проведем рабочую группу в общественной палате, это вот на дня, где-то числа 15-го мы планируем, да, 15-го числа мы позовем всех заинтересованных лиц со стороны министерства, да, примерно постараемся рассказать о том, ну, постараюсь рассказать, что видел, что услышал, попытаюсь взять обратную информацию со стороны администрации. Если им будет это интересно, внедрение, то мы постараемся провести какой-то онлайн-семинар, либо пригласить данных разработчиков, да, с москвичами, либо их пригласить сюда, либо это в онлайн-семинаре, мы это проведем, чтобы они смогли нам презентовать, презентовать не только рабочей группе, но и на сегодняшний день администрации города Кирова, если они захотят администрация, да, и Министерство транспорта, да, как эта система работает. Это дальше уже, как пойдет, одним словом, я не могу навязать, тут главное желание муниципалитета, если они хотят внедрять и хотят контролировать. Даже муниципалитета, все-таки региональные власти тут во главе всего стоят. Да, потому что там именно внедрение системы шло в рамках, они могут ее внедрять в рамках и муниципалитета, в рамках и регионального, там, Кировской области, в рамках региона на сегодняшний день. Ну, никто не говорит, что вот надо прямо у них брать там, не знаю что, но это очень хороший пример на сегодняшний день на территории, как это внедряется, как это работает. И о чем мы постоянно с вами говорим, о том, что нам это надо, нам нужен контроль, но нужен контроль, который мы могли почувствовать, увидеть и... Чтобы он был системным. Да, системно, а не как это все делается на словах. Да, вот я открываю как раз отчетность, страничку отчетность, электронная система, и на каждом этапе строительства дорог можно нажать вот кнопочку, и у тебя выйдет полный фотоотчет, как, что происходит, как это выглядит, кто там был, в каком количестве, что закладывалось. То есть постоянно все документируется. Даже если где-то в каком-то месте нет интернета, подрядчику можно, ему данный срок, когда он эту информацию должен занести в систему. Это все четко прописано в контракте. Они сами должны фотографировать. Да, они сами фотографируют, приезжают в офис и спокойно в офисе сидят, заполняют эту всю документацию. Извините, если подрядчик хочет работать и хочет работать качественно, он будет работать. Это вот один из таких ноу-хау, можно так сказать, который на сегодняшний день внедряется на территории Московской области. Мне кажется, кировские подрядчики несчастливы будут, если у нас внедрят такое, скажут, слишком много времени занимает эта ваша электронная отчетность. Ну, так они не меньше времени тратят на... Я сейчас шла пешком на работу, и вот здесь вот по улице Владарского от парка Аполло вниз стоит 10 единиц техники, мужики. И в количестве человек 30 чего-то ждут. И видно, что давно ждут. Они спят, они полулежат, они чего-то ждут. Есть время. Есть время. На все есть время, если их освободят от части документов, которые они приносят в папочках заказчику. А если это все будет в электронном виде, я думаю, что они с удовольствием будут это все заполнять в электронном виде. Хотя они также это все заполняют в электронном виде. И, извините, потом распечатывают, стоят штампики, печати и везут все это в Дирекцию дорожного хозяйства. Если все есть документы, оборот будет в электронном виде в рамках одной системы, почему бы нет? Мы денег сэкономим на этом. И подрядчики тоже. И они денег сэкономят, и все денег сэкономят в данной ситуации. И это не так дорого все стоит. Это не стоит 60 миллионов, я еще раз хочу сказать. Это на разработку системы потратили 60 миллионов. А в рамках... Она уже работает. Да, она в рамках работы системы, это стоит намного дешевле. И один еще из примеров таких, которых мне очень сильно понравилось, это гарантийные обязательства подрядных организаций, которые участвуют в строительстве платных автодорог. На весь период гарантийных обязательств в контракте у автодора предусмотрены денежные средства, которые удерживаются у подрядной организации. Про что нам говорили неоднократно, что это делать нельзя. Это никак не... Они это делают спокойно. Это государственная компания, которая спокойно в контракте прописывает, что извините, вот 10% или 5% мы деньги у вас заморозим из контракта на время гарантийных обязательств. И в течение этого гарантийных обязательств они деньги отдают по году. Вот они раздробили, грубо, вот эту сумму, давайте, предположим, 10 миллионов. На 8 частей, если 8 лет срок гарантии, да? Да, на 8 частей. И, грубо, вот эти 10 миллионов, они отдают по полтора, по миллион двести, грубо, каждый год. Вот год прошел, нареканий нету, держите. Год прошел, нареканий нету, держите. И вот так они работают на сегодняшний день. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама, и продолжим наш разговор с Константином Сичихиным. Продолжаем разговор с Константином Сичихиным, членом Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, председателем региональной группы общественного контроля за ремонтом и содержанием дорог у нас в студии. И очень интересный сейчас был у нас перерыв, потому что Константин рассказал о том, что вот тот закон, по которому мы сейчас работаем, в том числе и по строительству, по содержанию дорог 44 ФЗ, который столько лет вызывает столько нареканий у всех абсолютно, и у подрядчиков, и у заказчиков, особенно у заказчиков, то есть у нас. Потому что в результате аукционов приходят разные фирмы, которые в конце концов сливаются, не исполняют свои обязательства, гарантийные, или снижают цену настолько, что становится каждому понятно, что невозможно построить хорошую дорогу или правильно за ней следить за такие суммы. А в Москве по-другому законы работают? Это даже не в Москве, давайте это маленько по-другому. У нас есть 223 и 44, да, госкомпания работает... Российский закон. Да, федеральный. Госкомпания работает, как эта госкомпания, она работает в рамках 223, в рамках котировок. И почему-то им позволено на сегодняшний день без всякого внедрять в контрактную систему вот эти гарантийные обязательства, удерживать суммы, либо предоставлять банковские гарантии на это гарантийные обязательства. Почему-то нам, неоднократно, когда мы спрашивали, как это можно сделать, нам говорили, что нет, у нас нельзя это сделать, так как мы работаем в рамках 44-го, и там будут ограничения, ограничения для подрядчиков, для тех, кто участвует в аукционе. Какое ограничение, каким образом? Я специально вот нашел пункт этого договора у Автодора, скачал, понятно, изучил практику юридическую, я никаких моментов не увидел, никаких ограничений, даже и в рамках 44-го. Теперь мы собираемся, что сделать в ближайшее время, мы как раз на рабочей группе обсудим эти моменты, и направим письмо в Федеральную службу антимонопольную, чтобы они оценили, и в прокуратуру, чтобы они оценили, а можно ли внедрять данный пункт в договорах в рамках 44-го федерального закона, если это можно и не противоречить законодательству, и не нарушают права лиц, которые будут участвовать в аукционах, а почему бы не внедрять данную инициативу и на территории Кировской области в рамках муниципальных заказов, проще сказать. Четко проговори, что это меняет? Это меняет как раз ту систему гарантийных обязательств, которая у нас сложилась, когда подрядчик приходит, делает дорогу, а через год мы его найти не можем, бегаем по лесу, ау, где ты, милый, а его и нет. А или находим, а у него уже денег нет на ремонт. Да, находим, а его уже денег нет. А тут, извини, ты в рамках контракта денежки твои заморозил в банке, например, и они лежат. И им постепенно в рамках 4 года, если эти гарантийные обязательства он выполняет, он их выполнит, ему его сумму частично отдали. Как с арендой машины просто. Да, да, да. Понимаете, это не только как с арендой машины, это просто вот тебе постепенно твои деньги, которые ты заработал, но, извините, ты обязан гарантийные обязательства нести в течение 4 лет, тебе их постепенно отдают. Не слился, исчез, ликвидировался, в банкротство ушел. Эти деньги пойдут на ликвидацию тех гарантийных обязательств, которые требуются. Не чревата ли эта ситуация, если она будет внедряться, там, неважно, в Кировской области или по всей стране, уменьшением количества подрядчиков? Потому что не все себе могут позволить. Работает. Она работает, эта система. Мы просто про нее не слышали, не знали. Мы живем в своем каком-то небольшом мире, в реальности, в Кировской области. И дальше мы не видим ничего за территорией, за границей. Хотя мир-то развивается. И Московская область, и федеральные дороги. Все развивается. Но почему-то мы здесь застряли, и мы говорим, а там ничего нету? Вот мы ничего не можем. Наши чиновники, когда ездят на всякие свои семинары, на все, на все, они же нам ничего не приносят, ничего нового-то не рассказывают. А мне хватило тут съездить на одно какое-то небольшое мероприятие. И там жизнь-то продолжается где-то далеко-то. Да, близко получается. Да, близко. Но суть в том, что она продолжается, и там внедряются эти все технологии. И там все смотрят и на Европу, и на Америку, на все их технологии, которые есть. И они внедряются успешно на территорию России. Мне почему-то сейчас захотелось Константина спросить, а он, когда в Киров вернулся из своих поездок, не заплакал. Вчера Алексей Кузьмин сказал, что вернулся в Киров и заплакал. Посмотреть на наши дороги. Это моя родина, и тут что плакать с данной ситуацией. Понятно, что очень много вопросов становится к тем, кто раньше управлял нашим регионом, да, и тем, кто сейчас управляет регионом. И я надеюсь, что у нас все будет меняться в лучшую сторону. Вопрос с инновационными технологиями или без инновационных технологий за счет федерального бюджета, без федерального бюджета. Вот это все покажет время. Но на сегодняшний день я со своей стороны, как мне удалось сейчас находиться в Росавтодоре, в общественном совете, я постараюсь максимально эту возможность на благо региона, воспользоваться этой возможностью на благо региона. А как это получится в дальнейшем? Внедрят у нас какую-то АИС технологию по контролю? Ну, замечательно, если захотят. Не внедрят, но постараемся на федеральном уровне эту технологию, все равно контроля в других регионах преподносить, рассказывать и как-то пытаться, ну, если не у нас, так может где-то в других регионах этим воспользоваться, этими ноу-хау, такими возможностями. Ну, обидно будет, если не у нас. Так обидно, но не от меня же все зависит на сегодняшний день. Многое зависит и от власти, которая управляет регионом, которая управляет муниципалитетами, от них многое очень зависит. И насколько они хотят внедрять тех технологий, которые есть, которые работают, которые уже показали себя, но это только от их желания зависит. Вот о новых технологиях нам обычно не рассказывают. Еще, вот тут для общей картинки, вот сейчас, не знаю, получится, не получится, всю картину не буду рассказывать, договорился с одним институтом, можно сказать, проектным, да, они сейчас внедряют новую кадастру, ну, оценку, новое проектирование, вот, конечно, паспортизацию дорог, новой технологией, там, конечно, сам оборудование стоит, ну, огромный денег, но они готовы в рамках вот своего дальнейшего, как говорят, опыта приехать и отпаспортизировать участок дороги бесплатно, потому что у них на сегодняшний день они, ну, как бы у них есть такой прикольный рюкзачок, который стоит 12 миллионов рублей, да, ну, это, честно, дорого, я не говорю, что нам надо его покупать, но он стоит там 12 миллионов рублей. Четыре квартиры. Он с Европы привезённый, и вот они с этим, человек надевает этот рюкзак, он идёт по территории, и всю территорию с GPS-ом, со всем-совсем там полностью, он моделируется в программном обеспечении, вот они нам показывали, как они там... А за ним идёт охрана. Да там, как они нам показывали, как они отмоделировали тот район, который, в котором находился, ну, форум, да, там полностью весь район отмоделирован, перенесён в программное обеспечение. Когда говорят о транспортизации, чего бы то ни было, зелёных насаждений, дорог, домов, чего угодно, что говорят прежде всего чиновники, это безумно дорого, это очень долго. Конечно, 12 миллионов рюкзачок дорого. Нет, дорого не потому, что 12 миллионов рюкзачок, а здесь тоже будет 12 миллионов, только там будет штат из там 20 сотрудников, каждый из которых будет получать зарплату и работать от и до по старым технологиям, пока они это всё отрисуют, занесут ручками в бумажки, нарисуют схемы, ну, ты будешь кормить 20 человек. В этом случае, конечно, то, что мы даём работу 20, а не одному рюкзачку, это такой вопрос. Но это всегда было, вот два года назад, когда эти зелёные щиты пошли как будто бы, да, заговорили о паспортизации зелёных насаждений, где она? Нам обещали, что через два месяца будет, через полгода будет, её нет. Поэтому мы имеем такие планы, что мы 3000 деревьев вырубаем и 300 палочек высаживаем. С дорогами то же самое, либо у тебя 20 человек, которые работают старыми методами, бурят там что-то, я не знаю, описывают, замеряют рулеткой, понимают, вот это всё. Либо идёт один человек с рюкзаком, неважно, кому он принадлежит, рюкзак Кировской области или вот этому проектному институту, от которого говорит Константин, и он тебе в режиме онлайн за очень короткие сроки, всё моделируют в электронном виде. Вот и всё, в этом вся разница. А потом ты туда заносишь все показатели, которые у тебя по дороге идёт, да, и эта же программа это всё моделирует и сразу всё выносит. И там нет человеческого фактора. Там нет человеческого фактора, там работает максимум три сотрудника на как бы один с рюкзачком и два за компьютером, да, которым заносят информационную базу. Вот тебе и документ получается тот, который тебе требуется, а именно там паспорт дорог. Вот. Ну это один из примеров, потому что они там показывали и в рамках подрядных организаций, когда ты можешь просчитать там, ну вот в Автодоре уже давно квадрокоптеры летают, которые фотографируют всю территорию и потом моделируют на программе, и программа высчитывает, сколько кубов песка было потрачено. Вот мы об этом когда говорили, ты помнишь, мы вчера это обсуждали, мы вчера это обсуждали. У нас есть новая территориальная схема по ТБО, да, твёрдым бытовым отходом, её заказывали в Москве, москвичи нам эту схему сделали, и в результате этой схемы, как ты помнишь, да, у нас машина, которая везёт мусор, может идти от Луза до Слободского, и дороги нарисованы, по которым она идёт, а там нет её этой дороги. Нет дорог. Но на карте-то она была, поэтому москвичи, они же привычные. Я сейчас про другое, я говорю про паспортизацию дорог. Если бы была эта паспортизация, если бы видели качество дорог, то такой схемы бы не появилось. Да, мы тоже немало заплатили за схему ТБО. Ну и вот, на каком основании это всё делать? А когда понимают подрядчики, по каким дорогам они повезут это ТБО и куда они повезут, так тут вопрос-то опять цены сталкивается. А если была бы электронная схема, где там были бы все дороги, совместили бы всё, и там бы уже маленькая другая картина появилась бы, и там, наверное, бы очень много вопросов появилось. А когда у нас на карте дорог много, а по факту качество их страдает и прилично страдает, то, вы сами понимаете, очень всё плохо. Какого числа будет заседание рабочей группы в общественной палате? Планируем на 15-е число будет заседание рабочей группы, постараемся вот те вопросы, которые сегодня с вами обсудили озвучить на рабочей группе. Ну и, конечно, там текучка ещё. И реакцию какую-то собрать. Ну а мы после 15-го тогда планируем эфир. Я думаю, даже мы всё равно возьмём эту тему по содержанию дорог, планированию и так далее в программу Urban, двухчасовую, большую. Посмотрим, кто придёт на рабочее заседание в общественную палату. У меня сейчас просьба просто, Костя, к тебе, чтобы ты на этой рабочей группе предложил поучаствовать в итоге обсуждения и переработки, потому что нужно дать временно мыслительный процесс, да, прийти в Urban и представить эту позицию. Наверное, это будет всё-таки не раньше конца июля-августа, прежде чем, да. Ну, 19-го числа у нас ещё общественный совет в Москве собирается в общественном палате России первый раз. Я к тому, что чиновники, которых вы пригласите, они тоже должны познакомиться с этим и там что-то решить прежде всего. И мы это представим в программе Urban на большой двухчасовой разворот. Обсудим дорожную сеть Кирова. Прощаемся с Константином Сичихиным, членом общественного совета при Федеральном дорожном агентстве. Мы и со слушателем, наверное, прощается Светлана и Анна Лучшина. А я вернусь через 20 минут. Субтитры подогнал «Симон»!